Молодежная школа, академия и интернат локомотива является одним из сильнейших в стране. Не случайно столько талантов подарила футбольная школа локомотив. Вспомним Марат Измайлов, Дениар Бельдинов, Денис Глушаков, недавно появился Алексей Миранчук и вот новая звезда Рифат Жемальдинов. У него есть татарские корни, но он родился в Москве. Является достаточно быстрым вингером, действует в молодежке на правом фланге полузащиты, но в локомотиве задействуется с левой брови. Самедов есть вправо, потому что Жемальдинову только отводится роль пока что левого вингера. Но уже сейчас он показал, что в российской премьер-лиге он способен играть, он способен выигрывать скоростные забеги, он способен принимать мяч и идти в ободку, лезть на защитников российской премьер-лиги. Страха пока в нем не видно, но есть талант. Есть надежда на то, что появился новый очередной талант, за которым и кроется будущее нашей страны. Жемальдинов Рифат Муратович. Родился 20 сентября 1996 года в Москве. В свои 19 лет он уже успел выиграть чемпионат Европы до 17 лет и стать серебряным призером чемпионата Европы до 19 лет. Сыграл 4 матча за московский локомотив и является капитаном молодежной команды. Рифат болеет за мадридский реал, иногда смотрит хоккей и не представляет себя без футбола. За 4 тура в принципе уже стало понятно, что это молодой талант локомотива, в чем его сильные и слабые стороны. В первую очередь это конечно скорость, особенно если посмотреть матчи дублей, где он просто оббегал всю команду. Способен за счет скорости бежать быстрее защитников, которые без мяча. Он действительно обладает скоростью, которую если он сможет развить до пределов, его могут забрать. Забрать нечминга России в другие топлики. Именно за счет только одной скорости. Но также Рифат показал, что в принципе он техничный игрок, техничен настолько, что может в принципе и обыграть один в один. Это он уже показал в чемпионате России. Он накормил защитника сборной России «Будь здоров!». Заставил нарушить на себе правила Маурисию, заработав тем самым пенальти, и просто проведя великолепную игру. Но когда Череченков доверил его место в стартовом составе, сразу все стало понятно, что этот парень ничуть не слабее Майкона. А ему 19 лет. Возможно из него что-то вырастет и более того. Да, возможно сейчас ему не хватает опыта, но уже он сейчас, он показал, что получая мяч, он не просто его отдает сопернику, не просто старается сделать простую передачу назад или поперек. Он старается искать вариант. Он способен изменить ситуацию на поле. Он способен создать тот самый момент, за счет которого забьется гол. Да, возможно сейчас его слабая сторона является тактическая выучка, так как в обороне он пока что бесполезен. Ну, он способен занимать позицию, но вступать в отбор, пожалуй, это не его несильная сторона, не его конек. Но для данной модели локомотива, именно контратак, он великолепен. Он просто способен убегать с Хинти. Но Самедов, понимаете, вот в чем был минус локомотива, то что Самедов уже не такой быстрый, как был раньше. И Хинти он уже не мог помогать. А по сути дела они были вдвоем. Я считаю, что будущее локомотива за связкой Хинти, Миранчук и Жималедин. Ну, а мы пожелаем ему удачи. Надеюсь, что в скором будущем увидим его в футболке сборной России вместе с Головиновым, Миранчуком и Кузяевым. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И самое главное, друзья, смотрите футбол. Любите футбол.